Новые технологии для горняков и земельный вопрос для сельчан. Сразу два актуальных вопроса обсудил жителями Таласского района Жамбылской области депутат Мажелиса парламента, член фракции партии Нур-Атан Бакаджан Абдраимов. В этом регионе одинаково развиты и добывающая промышленность, и животноводство. На встрече с рабочими рудника Шолахтау депутат рассказал о том, как поддерживает государство такие производства. На этом руднике добывают почти половину всех фосфоритов страны. За последние четыре года в отрасль инвестировано около 160 миллионов долларов. На эти деньги были приобретены новые технологии. В свою очередь фосфорщики только за семь месяцев этого года заплатили государству больше одного миллиарда тенге в виде налогов. В общественной приемной партии Нур-Атан местные жители говорили о ремонте дорог и многоэтажных домов и интересовались земельными вопросами. Комиссия вчера приняла решение, будет предлагать наложить мораторию. В принципе, этой проблемы не было. Я просто знаю, что вся проблема связана была с тем, что якобы продают землю китайцам, иностранцам и так далее. Я знаю статистику реальную по Казахстану. Такой статистики у нас нет.